У нас на престольный праздник Покрова в храм пришли воспитанники музыкальной школы, а еще хор русской народной песни. После службы они выступили с концертом. Пели о России, о вере, о добре. Гости слушали и радовались, а бабушки украдкой вытирали слезы. Потом одна прихожанка, которая в приходском чате бывает чаще, чем на службе и на престольном празднике тоже не была, написала «Господи помилуй, шоу в храме устроили». Прихожане стали оправдываться, что вот это же духовные песни, от которых многие плакали. А настоятель написал, что шоу это вообще-то в театре или на астраде. Здесь мы славили Пресвятую Богородицу и Родину, которой Бог дал нам спасаться. Неприятный осадок все равно остался. Я задумался, можно ли петь в храме, кроме как на клиросе. Кто-то считает, нет, категорически нельзя. А я думаю, если мы, дети Божьи, приходим в Дом Божий, чтобы проявить любовь и получить тишение своего небесного Отца, вряд ли он будет против, если мы свою любовь выразим ему не только молитвами и участием в таинствах, а так, по-простому, детски, добрых, красивых песнях. Обо всем, что будет душу, отрывает от земли к небу, к Божьим заповедям, главное из которых любовь, петь и можно, и нужно. Не случайно многие церковные деятели посвящали Богу не только молитвы, но и вполне светские произведения. Как известно, святитель Иоанн Тобольский писал пьесы, а митрополит украинский Владимир написал красивые духовные песни, многие из которых стали народными. Такие дела.